Привет! Добро пожаловать на мой канал. Редкое видео на моем канале. Видео про БАДы, которые я принимаю. Я действительно принимаю очень мало, поэтому иногда, чтобы собрать такое видео воедино и показать вам эти продукты, нужно прям время. Но сегодня мне есть что вам показать. Давайте начнем с коллагена, потому что коллаген мое второе имя. Мне кажется, мне даже в паспорте уже можно поменять фамилию или отчество Ксения Коллагеновна, например. Почему бы и нет? Это коллаген, который вы хорошо знаете от бренда Health Coat. Collagen HC Plus с гидрокверцитином, янтарной кислотой, арабиногалоктаном, маслом черным атомином, витамином С и кремнием. И у них сейчас обновляется коллаген и выйдет, например, миниатюра коллагена в порошке. У них вообще очень много будет новинок. И что про этот коллаген важно сказать? Это коллаген из бычков Black Angus. И здесь особенность в том, у меня это, видите, в капсулах вот таких коллаген, что он производится методом естественной ферментации. То есть, как это происходит у нас в ЖКТ. Не методом химического гидролиза, как это делают другие бренды, а методом естественной ферментации. Мне этот коллаген очень нравится. Вот я впервые его попробовала. На самом деле, на нем я практически так плотно и сижу. Мне на самом деле удобнее порошок, чем капсулы. Но кому-то, наоборот, удобнее капсулы. Поэтому посмотрите. И здесь целый комплекс антиоксидантов и компонентов, которые улучшают пищеварение. По вкусу, если мы говорим про порошок. Ну вот капсулы на самом деле подойдут тем, кто в течение дня может принимать с собой, будет брать. По вкусу у них коллаген, если все-таки вы будете брать порошок, как холодный говяжий бульон. То есть, у них нет вот такого, знаете, какого-то немножко пластикового привкуса, как бывает у коллагена. Холодный говяжий бульон. То есть, как вы считаете, насколько это дискомфортно? Мне не дискомфортно. Даже такая легкая жирность есть, но, видимо, за счет масла черного тмина. Напоминаю, что мы коллаген не греем, не добавляем в кофе или чай. А то мне и такие были сообщения. Мы принимаем его на голодный желудок, желательно за 40 минут или за час до еды. Мы не смешиваем коллаген с чем-то сладким, потому что иначе будет происходить гликация, гликирование коллагена. То есть, правила очень простые. Дополнять его ничем не нужно, потому что, в общем-то, здесь все есть. Курсовой прием тоже совершенно необязателен, он не требуется, он не нужен. Хотите, принимайте на постоянной основе. Я хочу вам напомнить еще раз, что коллаген – это еда. И подходит он для всей семьи, и в том числе и для детей. Если у вас, например, у ребенка рацион скудный, то есть он все в каких-то школах и кружках, и перекусить так полноценно некогда, если он не любит супы, то можно обогащать рацион. Кроме того, вы знаете, что у бренда есть дегидрокверцетин. Я уже, мне кажется, плешь проела с этим дегидрокверцетином, потому что мне действительно он невероятно нравится, этот дегидрокверцетин. Он с цинком, хромом, арабиногалактаном, экстрактом боярышника. И этот дегидрокверцетин, помимо того, что это потрясающий антиоксидант, он еще влияет на сосуды. И я вам рассказывала, я же очень давно его принимаю, что он, этот дегидрокверцетин, повлиял на головные боли у меня. То есть голова стала болеть меньше, и вообще даже, знаете, как будто бы на погоду немножко не так реагируешь. То есть вот эта метеозависимость какая-то минимизировалась. Поэтому из таких вот антиоксидантов, которые я люблю и принимаю, в основном сейчас это дегидрокверцетин. Он, кстати, у этого бренда тоже должен быть в новинке скоро, в виде спрея. То есть может быть кому-то удобнее спрей, тогда, пожалуйста, вы можете выбрать именно такой формат. И еще я не сказала про коллаген, это важно, это халяльный продукт. То есть я думаю, что для определенной части населения это важно, поэтому тоже это подчеркиваю. Витамины я практически никакие не принимаю, только если врач после анализов говорит, что нужно. Вот мне тут порекомендовали в профилактической дозе принимать витамин D3 2000 единиц, потому что он у меня в анализах хороший, но где-то вот посередине находится. Не ниже нормы, не на нижнем пороге нормы, не в достаточном количестве, уж тем более не в переизбытке. Вот то есть как бы вот посерединке. И просто чтобы поддерживать в осенне-зимний период уровень этого витамина D3, мне порекомендовали что-то приобрести. Я приобрела в аптеке Витрум витамин D3. Вот сейчас его и принимаю. Он такой немножечко жирноватый, несколько капель в рот. Вот для меня это очень удобно. Я всегда покупаю либо витамин D3 спреи, мне, кстати, нравится витамин D3 вкусвилл спреи, или вот в таких вот каплях. Для меня это гораздо удобнее. Всякие вот эти аквадетримы, это классно, но мне не нравится вот это выбивать, вот эти капли, там нет дозатора, а вот это вот просто... И всё, и ты можешь бежать. Меня это устраивает гораздо больше. Поэтому вот обратите внимание тоже на такой пузырёк. Если мы продолжаем тему коллагена. Если по каким-то причинам вы не хотите принимать коллаген, там, свиной или говяжий или куриный. Есть ещё вариант морского коллагена. Его действительно многие переносят гораздо лучше. И действительно у некоторых он и усваивается гораздо лучше. И здесь бренд Science & Sports. Это морской коллаген Wellness Gen. Стройность и упругость. Потому что он ещё с экстрактом гуарана и гарцинии. То есть это тот коллаген, который призван улучшать фигуру, если так можно сказать. Здесь также есть гидроксилимонная кислота, кофеин, синефрин. Здесь есть, помимо всего прочего, вот этого гуарана и глицинии, витамин С, креатин. Но насколько я вижу, у бренда есть ещё другие вкусы. Вкус кокоса и ванили, клубники, апельсин. Вкус кофе с шоколадом и вкус шиповника. То есть вы можете выбрать любой. Здесь внутри 14 саше. Опять же, это удобно для тех, кто хочет брать с собой. Это удобно для тех, кто хочет добавить воду. И как раз у воды будет тоже какой-то привкус. Вот такой перекус своего рода на ходу. И курс, как нам говорит производитель, один месяц. При необходимости можно повторить, но курс один месяц. То есть получается, что вам на курс нужно две таких упаковки приобрести. Но вот здесь, видите, особенность этого коллагена заключается в обвесе, если так можно сказать. То есть в дополнительных компонентах, которые сюда входят. Что ещё я принимаю на постоянной основе? Без чего я не могу жить? На самом деле это БАТ, но для меня это полноценное лекарство. Я вам уже рассказывала, что я назначение андинола получила от трёх врачей. От гинеколога, который меня оперировал в институте ИОТа. У меня была киста железистая. От гинеколога, который наблюдает меня на постоянной основе. И от онколога-мамолога, который, ознакомившись с моим анамнезом, сделав обследование, сказал, что это ваш пожизненный препарат. Я не могу жить без андинола. Как только я отменяю андинол, проходит 2-3 месяца и постепенно начинается возвращаться всё назад. Что именно? Сбивается цикл, нагрубание молочных желёз перед менструацией, ПМС, то есть более ярко выраженные перепады настроения, меняется состояние кожи, появляются высыпания. То есть я прямо чувствую, всё, я отменила андинол. Поэтому для меня это обязательный препарат. Это компания, я не знаю какая компания. Я выбрала именно эту форму, потому что здесь 300 мг и 120 капсул. То есть мне очень нравится дозировка и количество капсул. У них, по-моему, ещё есть упаковки по 60. И у них ещё есть эпигалат. Кстати, это вот если у кого миомы и так далее. Что же это за производитель-то? Какая фармкомпания делает этот андинол? Ну вот вы его увидите, он в такой вот упаковке. И капсулки вот так вот выглядят. То есть белое с оранжевым. Мне кажется, я всех подсадила на андинол. Я подарила своим подругам, которые на такие симптомы жаловались. Все были в восторге. То есть он действительно влияет. Поэтому, знаете, сказать, что это БАД, понятно, вы должны понимать, что лекарство зарегистрировать как БАД гораздо проще, быстрее и дешевле, чем как лекарство как таковое. Для меня это не БАД. Вот по эффективности для меня это не БАД. Это полноценное лекарство. Поэтому я вас очень прошу. И вообще это касается всего. Даже коллагена, который там имеет исследование по безопасности. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед приемом. То есть я вам просто показываю, что принимаю я. Но у вас могут быть какие-то ограничения. И вы должны это учитывать. Значит, гинеколог после анализов также мне порекомендовал принимать мультивитамины, потому что у меня низкий ферритин. Он все время у меня низкий. Я принимала препараты железа. Я вам даже рассказывала эту грустную историю. И у меня случился жесткий менструальный сбой на фоне приема вот этого хилатного железа. И весь лоб, как у подростка, обсыпал акне. И мы решили, что мы будем в этот раз принимать комплексные препараты. Это артамол, немецкие витамины. Vital M у меня версия. Которые, по-моему, еще для укрепления нервной системы. Что-то в таком духе. Это огромная вот такая была синяя коробка. Я ее выкинула. И в каждой этой коробке находятся вот такие вот пакетики. Пакетик рассчитан на один день. Я когда открыла эту упаковку, знаете, честно говоря, я не знаю, хорошо это или плохо. Но здесь куча таблеток разного вида и формата. То есть выглядит это вот так вот. Нам предлагается принимать эти таблетки в течение дня. Да, в разных пропорциях. В каких пропорциях. То есть насколько это сочетается между собой. Можно, нельзя. Вот это меня очень сильно смутило. У них хороший состав. Здесь есть и омега, и железо, и все ключевые витамины. По-моему, все-таки версия M это для поддержки нервной системы. Все-таки, если я не ошибаюсь. И я, знаете, как-то призадумалась. Вот я не знаю, я буду повторять эти витамины или нет. То, что вот эта горсть таблеток и цена этих витаминов, это то, что, наверное, меня может остановить от последующей покупки. Но я, по крайней мере, посмотрю на результат. Если я действительно пойму, что я себя начинаю гораздо лучше чувствовать, ну, конечно, я, наверное, повторю. Но так вот по количеству таблеток что-то меня смущает. И мне все подруги, уши все вообще проели, прозудели про глутатион. Кто-то ходит на эти инъекции глутатиона. У меня подруга их фанат вообще этих инъекций глутатиона. И тут у бренда Сездерма появляется новинка. Называется Glutathion Defense. Food Supplement with sweetness. С подсластителем, с витамином С. Вы понимаете, что глутатион – это один из самых сильных антиоксидантов. Если я правильно помню, он вырабатывается печенью, но с течением жизни уменьшается его пропорция в организме. А глутатион нужен вот для каждой клетки нашего организма без исключения. То есть это иммунитет, и энергия, и вот ментальные функции, и состояние сосудов, в общем, и сердце, и кожа, и все на свете. Это питьевой глутатион. У него такой специфический запах. Он немножко и по вкусу похож на какой-то немножко просроченный кефир. Знаете, ну больше всего вот это запах. И такое послевкусие потом во рту специфическое. Но по качеству БАДа, именно если мы говорим про глутатион, конечно, это хороший препарат. Потому что глутатиона здесь 200 мг, а витамина С – 32 мг. И принимать его очень просто. А вот таких препаратов глутатиона, их вроде как бы и не найдешь вот так. А тут прям хорошая дозировка, на курс. Создерма же тоже специализируется на БАДах. У них там есть всякие лактоштуки. И в основном, по-моему, это все питьевое. И многим это гораздо удобнее, чем, например, таблетки. Поэтому если вы ищете глутатион, вы хотите именно этот антиоксидант принимать, то вот обратите внимание, Создермы он есть, и качество мне понравилось. Вот и все. Вот и все. А вы думали, что тут у меня сейчас будет такая вот армия БАДов, которые я принимаю? Я небольшой сторонник БАДов. И все-таки стараюсь это делать, когда я получила какие-то конкретные рекомендации от врача, когда есть какие-то результаты анализов. То есть почему я эти БАДы принимаю? Просто так от БАЛды нет. И не забывайте, что БАДы, они никем, по сути, не контролируются. Что там внутри, какое качество сырья. Давайте не забывать про интоксикацию печени, которая сейчас по информации ВОЗ является большой проблемой, потому что люди злоупотребляют БАДами. Поэтому показать я вам показала, но, пожалуйста, будьте осторожны. Еще раз повторюсь, проконсультируйтесь с вашим доктором. Спасибо, что досмотрели это видео. Всего хорошего. Пока.